итак всем привет с вами дима и сегодня ко мне пришел очередной телефон lenovo a916 я уже заказывал этот телефон но в этот раз я решил заказать черный цвет предыдущий был белого цвета в принципе телефон мне понравился стоимость и я заказал черный телефон меня конечно же интересует будет ли у этого телефона проблема с акселерометром на прошлом телефоне lenovo a916 такая проблема была из нее я выпросил у продавца 10 долларов открыл диспут и продавец вернул мне 10 долларов если на этот раз тоже будет такая проблема то я буду требовать уже 20 долларов смотрим что у нас здесь все замотана пупырку чтобы ничего не помялось убираем заказывал я у того же продавца что и в первый раз так здесь у нас защитная пленка lenovo a916 специально для этого телефона со всеми вырезами вот сколько тут наверно одна пленочка скорее всего одна чехол тоже такой же как у меня и был просил я у продавца чехол черного цвета но к сожалению у него был только вот такой белый прозрачный с такой вот матовый задней задней стороной хотелось бы конечно к черному телефону черный чехол был красивее так в этот раз коробка немножко другая на этот в этот раз вот такая какая-то штучка есть на коробке все по-китайски это мелочь конечно сама коробка тоже немножко аккуратнее чем прошлый раз прошлый раз она была вот здесь немножко какая-то грязная сейчас вроде она более-менее чистая свежая так ну и давайте открывать коробки у нас сам телефон черного цвета тут какая-то еще буклетик как я понимаю это с какими-то приложениями или с чем то что типа вы купили телефон lenovo и вам в подарок может какой-то какие-то может быть в приложениях деньги там дадут или что такое но все на китайском ничего не понятно вообще сам телефон в пакетике к нему позже перейдем что тут еще черные аксессуары зарядка на 1 ампер так lenovo камера не хочет фокусироваться на зарядку на 1 ампер переходник под наши розетки продавец положил макулатура тоже не нужна нам так наушников нету это бюджетная а серия здесь наушников практически никогда не бывает ну вот он сам телефон черном цвете выглядит он круто сама модель мне он нравился и в белом цвете в черном во первом впечатлением он выглядит даже немножко круче более как-то строго более дорого что ли сзади у нас такая интересная панель под кожу с интересным таким покрытием она похожа на такой прорезиненный какой-то пластик не глянцевый в руках не скользит и плюс еще такая вот здесь идет прострочка интересная как будто реально кожаная такая крышка но это все с плагиачена samsung note 3 логотип lenovo на экране у нас защитная пленка сразу и убираем потому что с ней а нет еще одна защитная пленка вот это первое и тут еще есть еще одна ее тоже нужно убрать потому что с ней touch screen не очень хорошо работает убирается она довольно тяжело она хорошо наклеена на самом деле ее обнаружить так-то просто что она вообще наклеена на экране лишь вот эти вот вырезы как бы дают себе знать да только по ним заметно так ну не знаю сейчас я от от деру или нет у меня ногти подстрижены блин как назло тяжело она дается с этой стороны ладно короче сейчас я не буду ее отдирать потому что это будет реально очень долго так батарея у нас скорее всего бумажкой закрыты или каким-то скотчем залеплена да кстати в черном цвете вот я так сейчас смотрю реально круче смотрится чем белым сначала я думал что будет наоборот и заказал именно в белом но в черном он вот это вот вставка тоже смотрится как совсем по-другому реально в черном цвете советую вам брать именно этот телефон смотрится лучше так открываю крышку крышка нелегко открывается очень она крепко засажена намного защелок ну ё-моё так вот до батарея здесь батарея здесь закрыта вот этой бумажкой так все включаю телефон кнопки здесь нижний без подсветки это конечно минусы нет еще индикатора событий сэкономили они да ё-моё ну почему она не отрывается так уже знакомая вот эта заставка экран блокировки и так ну и что ж первым делом меня интересует естественно акселерометр сейчас его проверю вай фай включен сейчас я скачаю скачаю эту программку через которую можно проверить акселерометр connect все вай фай законнектился теперь я захожу play market он тут уже тоже есть итак все готово я скачал сенсор бокс программку которая проверяет акселерометр и гоночки запускаю сенсор бокс так что тут у нас вот он акселерометр кладу телефон на ровную поверхность как и указано немножко тут конечно камера выступает но сейчас я одену чехол чтобы камера не выступала над корпусом все задняя спинка у нас получается ровная кладу телефон на стол и включаю акселерометр сенсор так акселерометр почему-то уезжает вниз как вы видите хотя он должен стоять вообще по центру ну и давайте сейчас запустим игрушку с gt racing 2 посмотрим как у нас тут будет делай обстоять ну так кстати выглядит телефон с чехлом не очень круто это белая поверхность как бы немножко всю красоту до темного телефона скрывает черного так что у нас возраст так управление вот как раз такое нам нужно держу телефон прямо ровно да в этот раз в тот раз у меня поворачивала машина налево сама в этот раз у меня почему-то машина поворачивает направо вправо опять проблема с акселерометром ну что ж буду сейчас открывать спор сейчас нужно снять видео для продавца показать что эта проблема у меня существует доказать ему это и открыть спор и там уже будем с ним договариваться сколько он не возместит за эту проблему так что вот смотрите видео дальше я вам все покажу чем это ситуация у нас закончилась и так ну вот и завершился мой спор длился он два месяца еще никогда такого длинного спора мне не было я этот спор проиграл требовал я тысячи рублей вот от этой суммы то есть вот столько мне обошелся телефон сам тысячу я требовал что продавец вернул за неисправный акселером в общем сколько я им тут писал сколько им снимал видео сколько я им делал скриншоты вообще сколько здесь было спорно представляете сами два месяца тут и продавец оправдывался я им что-то писал кидал какие-то ссылки на сайты в общем тут просто жесть никогда еще такого спора не было начался он одиннадцатого одиннадцатого ноль шестого закончился он 07 08 ну то есть практически два месяца нет еще никто туда смотрю подождите вот же конец 12 августа закрыть спор то есть месяц вот два месяца и один день и сколько я им не кидал доказательств видео там различные программы то доставил что здесь есть они говорили что нет акселерометра в этом телефоне что типа он без акселерометра он не может быть неисправен если вы здесь вообще нет я им кидал различные программы тестировал акселерометр кидал ссылки на сайт в общем все делал а я не мне но администрация отказала чем я расстроен я оставил негативный отзыв там можно оставить отзыв типа довольны ли вы спором довольны ли вы решением я оставил оставил негативный образ отзыв написал там что работают непрофессионалы я предоставил стопроцентное доказательство вот ну и соответственно так же так же негативно плохую оценку поставлю продавцу именно что он продает такие телефоны хотя я думаю на вообще все вот эти телефоны lenovo a916 имеет такую проблему не только у этого продавца с проблем акселерометра так что вот такие вот дела чего не получилось у меня выиграть этот спор вот так что придется вот с этой проблемой дальше телефону жить ну и в принципе так же так бы если даже я выиграл 1000 все равно бы я ничего не сделал с этим акселерометром пытался вот его откалибровать ничего не получилось не знаю если только в сервисный центр идти но также все она проблема так небольшая чисто на игры в основном если вы игры играете тогда вам нужен на этом на этом пожалуй все такое вот видео грустное получилось ладно всем спасибо за просмотр всем пока